А вот как обстоит ситуация с подготовкой к выборам президента в Луганской области, узнаем у Ирины Баглаяна на связи со студией. Ира, до выборов всего ничего? Сколько окружных комиссий не смогут принять голосующих 25 мая? Алексей, добрый вечер. На данный момент в Луганской области это 6 окружных комиссий, которые заблокированы вооруженными захватчиками. Еще сегодня утром в Северодонецкое руководство уверенно заявляло о том, что выборы в городе состоятся. А уже к обеду здание мэрии захватили автоматчики. Сотрудников горысполкома отпустили домой и отменили выдачу уточненных списков избирателей участковым комиссиям. И аналогичная ситуация в Лисичанске. Окружную комиссию захватили автоматчики в масках, украли технику и документы. При этом, как говорят члены комиссии, не на камеру. Милиция выступала чуть ли не в роли грузчиков. Помогали выносить имущество комиссии. И здесь же, в Лисичанске, со вчера заблокирован местный стеклозавод. Людей не пускают на работу, но хочу отметить, боевики захватили предприятие, которое фактически не работает на полную мощность уже полгода. За последнюю неделю это уже тенденция. Вооруженный захват промышленных объектов представителями так называемой Луганской Народной Республики. И завтра местные предприниматели инициировали встречу с самозванным руководством ЛНР Валерием Болотовым. По нашей информации, на этой встрече Болотов огласит о всеобщей национализации и предложит бизнесу, так сказать, добровольно начать платить налоги в казну самопровозглашенной республики. И еще одна новость с луганских дорог. Теперь на незаконные блокпосты на них дежурят не только военизированные боевики. Мужчин, видимо, не хватает, поэтому на дороге вышли женщины с автоматами. На этом видео незаконный блокпост на въезде в город Красный Луч. Здесь автомобили досматривают, как они себя называют, женский батальон. Хотя по численности там и до отряда далеко. Можно предположить, что таким образом сепаратисты используют психологический ход, что украинским военным будет тяжело воевать против вот таких представительниц слабого пола. Алексей. Все ясно, спасибо. Это была Ирина Баглана, работает в Луганске.